Нам понадобится пряжа трех цветов. Основной это красный, для пояса нам понадобится черный и для отделки белый смотрите на выбор можно взять любой какой-то акрил или может быть остатки полушерсти либо вот такую мягкую пушистую alize softy она как раз будет хорошо играть роль меха да на нашем костюмчики и конечно же крючок так как мы будем вязать наши изделия крючком красным цветом набираем цепочку из 25 воздушных петель теперь соединяем теперь соединяем нашу цепочку в кольцо посмотреть чтобы она у нас не перекрутилась вводим крючок в первую петлю и провязываем соединительный столбик готово теперь мы с вами обвязываем нашу цепочку до в каждую петельку столбиками без накида всего у нас должно получиться в ряду 25 столбиков вводим крючок в петлю захватываем рабочую нить вытаскиваем у нас две петли на крючке захватываем рабочую нить провязываем обе петли но я думаю что столбики без накида всем знакомы поэтому обвязываем самостоятельно так подходим к концу цепочки довязываем последние столбики и смотрите когда провязано 25 столбиков продолжаем вязать без петель подъем просто по спирали и вяжем красным цветом еще один ряд также столбиками без накида без каких-либо изменений уже поддевая петельки под обе дужки петли когда провязали два ряда красным цветом не отрывая красную нить присоединяем черный цвет делаете это удобным для вас способом я просто протаскиваю петельку красную затягиваем как следует и начинаем вязать черным цветом и вяжем черным цветом 2 столбиками без накида то есть точно так же это у нас будет поясок провязываем два ряда черным цветом а затем вернемся к красному и так провязав два ряда черную ниточку обрезали снова берем красный цвет и сейчас будем формировать шлевки для нашего пояска и так снова делаем петельку чтобы красный цвет нам вернуть черный ниточку затягиваем как можно сильнее теперь вяжем таким образом красным цветом вяжем 3 столбика без накида при этом можно сразу увязывать черный кончик для это просто проложите его вдоль вязания и захватывайте вместе с петлями и так 3 столбика без накида 2 3 и следующий столбик вяжем в петлю последнего красного ряда то есть вот сюда вводим крючок захватываем рабочую нить и вытягиваем длинную петлю на ширину двух черных рядов захватываем рабочую нить и провязка провязываем вот у нас готова первая шлевка которая идет через поясок дальше вяжем 4 столбика без накида 1 2 3 4 и снова повторяем такой элемент вяжем вот на под смотрите мы должны сейчас связать в эту петлю смотрим где у нас в красном ряду в последнем это место и вводим сюда крючок захватываем рабочую нить вытягиваем провязываем как обычный столбик затем вяжем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 опять повторяем этот элемент вводим в последний красный ряд вытягиваем провязываем затем вяжем 4 столбика без накида 1 2 3 4 и в последний раз повторяем этот элемент вытягиваем провязываем и до конца ряда вяжем просто столбики без накида у нас тут их получается 4 4 и так вот красный ряд готов давайте смотреть что получилось у нас получается вот такие шлевочки куда как бы пройдет пояс 2 2 передней стороны и 2 на задней стороне вот это место шва нас будет как раз таки на спинке вот в общем то самый такой уязвимый момент завершён после этого провязываем еще три ряда красным цветом просто столбики без накида без каких-либо изменений и после этого мы с вами начнем вывязывать ножки наших штанишек так 3 ряда после того как провязаны еще три ряда красным цветом начинаем вывязывать ножки и так сейчас мы вяжем 12 столбиков без накида красным цветом обратите 12 столбиков должны заканчиваться 12 столбик как раз посередине между шлевками передними и дальше мы с вами не продолжаем вязание по кругу а начинаем вязать в том месте где у нас было начало ряда то есть мы сейчас формируем первую ножку и у нас одна ножка будет штанина да если правильнее сказать то она будет состоять из 12 столбиков без накида и так как определить начало ряда у нас здесь висит ниточка ну и плюс тут видно небольшой подъем где у нас петель первый столбик вводим крючок в этот столбик и все и продолжаем вязать уже по маленькому кругу 5 рядов красным цветом то есть у нас будет сейчас из 12 столбиков наш ряд состоять всего 5 рядочков когда провязали 5 рядов красным цветом красную ниточку уже можно обрезать красную ниточку обрезаем берем белую нить присоединяем ее красную хорошенько затягиваем и начинаем вязать белым цветом один ряд без каких-либо изменений красную нить сразу можно ввязывать чтобы потом не нужно было прятать кончик для этого снова прокладываем ее вдоль вязания начинаем обвязывать кстати вот этой пряжей софте достаточно проблематично вязать крючком ну как говорится красота стоит жертв так первый ряд провязали второй ряд вяжем уже с убавками и мы вяжем 1 петля 2 вместе один столбик провязали две петли вяжем вместе я делаю таким образом подхватываю первую петлю и подхватываю вторую петлю чтобы на крючке было три ниточки и провязывая их все вместе дальше снова 1 1 столбик точнее 2 вместе так вяжем до конца ряда 1 2 вместе тут остается у нас 1 так следующем ряду вяжем по 2 вместе вместе до закрытия таким образом вяжем когда все петельки у нас уже будут закрыты вот тут практически на ощупь это делается так ну вот остался еще разочек да все в общем то у меня все готово ниточку обрезаю прячем кончик соли за софте это достаточно просто так стянули вот что у нас получилось до меховой такой меховая ножка точно так же вяжем вторую штанину присоединяем в этой в этом в этой области ниточку и начинаем вязать вторую штанину точно так же как первую один столбик так всего у нас 25 столбиков на каждую штанина получается по 12 один столбик как раз у нас уйдет там где мы присоединили нить со стороны спинки поэтому все будет ровненько все повторяем вязание штанин и потом мы с вами еще доработаем пояс и так когда готовы на обе ножки начинаем вязать еще пояс у нас здесь чтобы не было ступеньки и так вот этой ниткой делаем соединительный столбик просто протаскиваем ее все и присоединяем снова белую нить вот здесь в том месте где мы сейчас соединяли присоединяем белую нить красная зацепилась так затягиваем красную ниточку хорошенько и начинаем обвязывать просто столбиками без накида вяжем каждую петлю и таким образом провязываем два ряда ну что я связала два ряда белым цветом в общем-то наши штанишки для столовых приборов готовы осталось приделать вот сюда золотую бляшку и в качестве пряжки в качестве пряжки я использовала такую полубусину вот такая полубусина и приклеила ее здесь на горячий клей в общем-то вот наши штанишки готовы всем спасибо за внимание до скорых встреч счастливого нового года и пока-пока до скорых встреч